Добрый день, я Марат Ханкаджо и сегодня я расскажу о своем новом мотоцикле Husqvarna SMR 511. Вес мотоцикла 132 кг, мощность мотора 52 л.с., объем двигателя 500 куб.см. Начну я рассказ с элементов защиты. В данном случае я отказался от клетки двигателя. Защиту мотора и основных органов управления выполняют вот эти железные элементы защиты рычагов, а также пэги в осях колес и не складывающиеся водительские пэги. Все пэги, все кронштейны изготовлены компанией «Фиксистан» непосредственно Райаном Муром. Тормоза у мотоцикла стоковые. Передний тормоз оставил совершенно обычный, ничего не менял, за исключением того, что я поменял верхний мастер-цилиндр. У Магуры, ручки, которую я поставил, у нее больше регулировок по сравнению с предыдущей стоковой ручкой Brembo. Поэтому я люблю точность в торможениях, люблю, чтобы тормоза схватывали именно в том положении, в котором мне необходимо. Для стопы это очень комфортно, и поэтому я произвел замену. Размер цилиндра мастер-машинки остался прежним – 13 мм. Задний тормоз стоковый, диск неувеличенный. Хендбрейк осуществлен посредством установки через кронштейн двухпоршневого суппорта от классического мотоцикла «Фонда» CB400. Для дубурлера я использую Магуру 13 мм. Подвески стоковые. Ничего не менял, ничего не делал. Все устраивает. Подвески отличные. Выпускную систему пришлось переделать, так как боковое расположение глушителя не давало мне возможность установки стантовых подножек симметричной. Поэтому выпускная система была введена под заднее крыло, также был смонтирован специальный задний бугель, раундбар и сделаны непосредственно крючки для ног. Для установки и правильной настройки мотоцикла пришлось использовать Power Commander и настройку на мощностом стенде, потому что конфигурация взлопной системы была изменена и потребовалась более точная настройка. Двигатель стоковый. Ничего не менял, ничего не делал. Топленная система. На данной модели применяется топленная система с двумя раздельными баками. Основной бак находится в необычном месте в задней части мотоцикла под сидением. И кэштэнк, так называемый бак, из которого берет топливо непосредственно на топливный насос, подающий на инжектор, он расположен в середине двигателя. Это очень удобно на самом деле, потому что в любом положении мотоцикла насос работает, кэштэнк все время наполнен, и тем самым не воздушится форсунка, и мотор работает практически в любом положении мотоцикла. Интересно был применен мной сетап для хендбрейка, так как на этой модели мотоцикла применяется гидравлическое сцепление, то установить нормально на руль мастер-цилиндр дублера заднего тормоза было невозможно. Поэтому применили специальный кронштейн. Интересный сетап с большим количеством регулировок, очень удобный, что было отмечено многими райдерами на многих соревнованиях, в том числе в Европе. Я переделывал подножку, на которой опирается мотоцикл, потому что стоковая подножка не представляла возможности вытаскивать ее на ходу. Она все время упиралась в асфальт, и поэтому был изменен угол подножки и длина подножки. Тем самым я могу делать некие трюки, спрыгивание с мотоцикла и выставлять подножку на ходу. Сидение. Сидение было перешито, конфигурация сидения была изменена. Применены продольные строчки, поперечные, прошу прощения, строчки. Изменен дермантин на самый нескользкий, для того, чтобы джинсы не скользили. И сзади сделан небольшой упор. То есть здесь это можно видеть. Сидение выщипано. За счет этого она получается более низкая, более широкая, более плоская. Данную модель я разрабатывал сам. Было сделано несколько разных вариантов. В конце концов, остановился на том, который сейчас стоит на этом мотоцикле. Колеса были рассыпецованы, полностью покрашены в модный красно-белый цвет. Дизайн с логотипами моих спонсоров, партнеров и общий дизайн мотоцикла был разработан компанией 4S Graphics. Покрашен был задний маятник также в черный цвет. Для шоу я использую такой очень красивый элемент, как декоративную подсветку колес и всего мотоцикла, что, безусловно, радует всех зрителей. На ходу, конечно, эффект совершенно потрясающий, что действительно для шоу очень здорово. Термообмотка выхватной системы, чтобы не обжечься при падении, установлен также дополнительный вентилятор с системой охлаждения. На этой модели мотоцикла впервые посредством специалистов из компании Multibus Moto была применена уникальная во всем мире система увеличения холостых оборотов, которая позволяет мне, как профессиональному райдеру, делать это абсолютно незаметно и имеет два уровня регулировок. Поворот влево, первые обороты, поворот вправо, еще больше оборотов. Здесь я регулирую уровень оборота. Нажав на выключение поворотников, мы получаем холостые. Отрегулировав точность дополнительным рычагом регулировки, в следующий раз я прихожу на те же обороты. Система абсолютно уникальная, работает бесперебойно. Стоит также счетчик моточасов на моем мотоцикле, который позволяет мне с правильной периодичностью менять масло и отслеживать количество часов, которые я провел на тренировке. Многие, кстати, тренируются стандрайдера и говорят, я уже катаюсь один год или два года, или три. И вот на этом мотоцикле, например, я прокатался. Что-то датчик не показывает. 64,5 часа. Соответственно, я могу сказать, что на тренировку, на именно этом мотоцикле я потратил пока что всего лишь 64 часа. Кому-то интересно, раньше у меня была Yamaha WA450, VR450. Так вот, на нем счетчик моточасов у меня подходил практически к 1000 часам. Больше 800 часов было на мотоцикле. Еще одна интересная вещь, которую многие расценивают как именно декоративную деталь, это тормозные бачки. Это важная деталь для того, чтобы в случае падения, если вы сами остались целы, вы могли продолжить шоу. Потому что пластиковый бачок, он отламывается, вытекает жидкость, и вы остаетесь без тормозов. Продолжать шоу вы не можете. Бачки стоят на специальных кронштейнах, которые гнутся, которые я могу в любой момент поправить. Защита двигателя стоит пластиковая. Я применил алюминиевую пластину, потому что пластиковая защита имеет особую конфигурацию и вся неровная. Я же использую наклейки с логотипами спонсоров на защите двигателя, потому что они очень хорошо читаются при трюках на заднем колесе. И я применил плоскую алюминиевую пластину, которую изготовил сам и просто приклепал к этой пластиковой защите. Силсейверс, так называемые чулки, защищают сальники от попадания излишней пыли, грязи и ненужных каких-то вещей. Ведомая звезда была заменена на увеличенную компанией Stairs Prockets. Звезда с очень интересным дизайном, сделанная специально для меня, эксклюзивно. Передастные числа на данной модели я применяю такие. Звезда задняя 58 зубов, передняя 14. Максимальная скорость мотоцикла 120 метров в час, даже несмотря на то, что мотоцикл 6 передач. С вами был Марат Канкадзе, ProRider из команды Pilot Racing Team. Субтитры создавал DimaTorzok